всем здрасте мы идем на почту письма нам прислали посылки с алиэкспресс прислали сейчас пойдем забирать покажем вам немножко что тут у нас погодой с людьми есть ли люди как одеты образ вот такой образ лук молодежный в целом тепло что в интернете пишут что якобы 14 градусов но по мне по ощущениям градусов 17 из-за ветерка ну да хотя может это есть полноценно 14 мы просто уже забыли если ветра не было можно вы из-за 20 до зашло народ ходит здесь у нас магнит потому что все магнит в аптеке аптеке здесь он кто-то пузыри пускает красивая люблю когда на солнце светится чуть пить бери что-то не работают сегодня неужели никто еду надо мне заказать затарили свою жут экономит что ну вот она почта сейчас у нас банкоматы в почте места короче скопление людей запускаются по три человека чтоб не дышали друг на друга дистанцию держали чтобы все здоровы были в основном бабушки что все маски в масках идут скоро начнут запускать магнит молодежь по три молодежь еще новый тренд маски посмешнее видишь а ну на ютюбе на ранее болтал еще видосик о крайне кто а затем по три человека в общем смотрите такая мне приятная неожиданность дала я иду-иду и меня находит мой подписчик и числа писали вы мне в комментариях много синие зашифрованными словами и мне вот такой подарок это вы сам делаете а и из чего еще раз всех не секрет ну как называется холодный фарфор даже так холодный фарфор это вы это и 3d продаете не ради нет нет только для души делать друзья с удовольствием вот это подарила своему знакомому красиво очень красиво прям спасибо я тоже очень много делаю но не выставляют как канал хотя хочу так и творчестве все руки не доходит мой спасибо прям огромное и теперь чё тут меньше не секретно и ключевые телефон только чей-то это тоже показали этому минуту еще привет с магадана галини магадане сестра знакомая билет просто это по однокласснику за горы григориополь хочу брату его жене и детям тоже привет передать вот они нас смотрят не факт а потом выгиб а вы и короче друзья по интернету получается сейчас у меня у дочки столько друзей в однокласснику и у меня теперь тоже благодаря ютюбу много друзей реально это мой телефон если найдешь это блогера он цветы хорошо знает а я видела уже я смотрел я сама у него это люблю очень потому что мама любила теперь она не привела это любая сюда поставлю света а я поделки все делаю делаю но в белгород тоже хочу поздравить аллочку с будущими праздниками с прошедшими праздниками и привет и солнечного сочи нашего чудо а вы все жизнь ждете но это считай что всю жизнь можно прямо в это консультации брать уже поэтому телефон молодых что спасибо большое поделимся рецептом как мы делаем суши мы берем листы нори делим их пополам суши у нас получается очень вкусные потому что суши я училась делать у профессиональных поваров ну немножко и этот рецепт делала чтобы был применим именно к домашним условиям в общем вот так мы делим листик заготовочка рис рис сейчас скажу на меня поверни камеру мы берем не получится опять шумыга смотри и суши рис мы берем круглый обычный для каши в общем крупа или шлифованный круглый в общем круглый полтора стакана стакана и пол стакана длиннозерного из длиннозерного на меня показать камеру вообще не получается не получается суши чуть-чуть мы его добавляем чтобы добавить рассыпчатости нас должен то есть получится видите какой вроде бы рассыпчатый но при этом липучий слишком липучий плохо слишком рассыпчатый плохо значит пол стакана этого риса длиннозерного полтора этого круглозерного три стакана воды все это закипит минут 5 варим 10 в общем как только видим что вода исчезла на медленном огне отключаем и это стоит еще все у нас минут 15 20 30 30 лучше затем на паузу пока просто заготовочки могут быть какие вам больше код какие начинки вам нравятся такие могут быть мы берем крабовые палочки нам нравится рыбу курицу все что хочет сегодня на скрабовые палочки лучше сыр значит после того как у нас рис остыл мы его остудили все у нас готов вот на эту массу нужно добавить одну столовую ложку сахара и одну столовую ложку лимонного сока на меня камеру подержись хотя может вот все тщательно перемешиваем рис готов солить не нужно ни в коем случае дальше самое главное нужно еще сыр добавить там будет суши вот сыром огурец мы счищаем кожуру можно из кожурой без кожуры понежнее будет вот сыром особенная тема нужно определенный сыр хотя можно любой но вот мы берем магните вот такой вот янтарь а до этого мы брали сыр хохланд обычный сливочный знаете такой брусочках продается или треугольничками вот мы брали брусочки они недорогие раньше мы его брали и также нарезали вот такими полосками а в кафе когда делают для вас уж там наложите сыр конечно альма подожди какой сыр но он более такой творожный что ли вкус имеет типа маздама забыла как сыр называется не но все равно вот допустим янтарь он чем-то похож именно как раз на тот сыр кстати мы взяли он посмотри-ка открытый вот так вот купили сыр а он открытый поврежденная упаковочка не заметила в торопях она возьмем другой и человек не взяла вот такой сыр мы берем все теперь нам нужно будет еще обязательно водичка в чашечке без нее никак мы будем смачивать руки есть конечно все для суши когда в магазине покупаете там можно взять специальный уксус специальный рис ну на мой взгляд я ни разу его не права вот как в кафе мы когда учились готовить там было разницы нет из такого риса тоже можно домашний суши тоже вкусно если неправильно приготовлю никакого майонеза сюда не добавляется ничегошеньки цинковка тоже нам не нужно можно без цинковки обойтись в общем для делим пополам чтобы было экономно и легко я покажу как сделать без цинковки смачиваем руку в воде туда теперь ближе поставь смотили ручку в воде чтоб рис не прилипал накладываем рис будет вкусно экономно почти как магазинные может кому-то даже вкуснее мне вкуснее домашний между прочим риса вот ну вот примерно вот так должно быть вот это место оставляем когда вот такой запас чтобы скрутить теперь я прямо пальцем так как у нас все свои мы не брезгуем ну вы конечно должны делать это ложечкой вилочкой мне пальцем проще вот как бы чуть-чуть сдобрили чтобы это не было сухо пальчик облизали можно креветочки взять мы раньше креветки делали сейчас это у нас эконом режим поэтому делаем с палочек все показываешь да показываешь молодец можем вот так вот полосочку и огурчики в кафе кстати делают огурчики в несколько там слоев то есть они делают вот так вот меленько меленько и ложат по два-три очень вкусно с курицей плюс авокадо мне нравится с рыбой но не со всей со скумбрией мне очень нравится и теперь смотрим внимание держи сейчас мы будем вот так вот потихонечку осторожно да главное тут сейчас минимально воды должно быть чтобы лист не размок не размок и риса угадать все остальное получится у вас вот так вот чуть и дать палочку так бы сказала а я тебя перебила да и дала вот теперь смотрите край водой водой смачиваем но не сильно и не мало среди смочили хорошо если сильно размокнет и не заклеится если мало то же самое когда мы используем цинковку для чего в принципе цинковка нужна во первых чтобы вот этот край лучше закатался как бы листик размяк форму придать и так далее но для себя для семьи пойдет и так и без формы как говорится чтобы он не располз и ведь он еще расклеивается для этого мы оставляем буквально на пять минут вот эту колбаску потом пока мы делаем другой еще одну к тому времени у нас подойдет вот это и в каком плане подойдет то что ее можно будет легко нарезать то сейчас ее тяжеловато резать будет она разъезжаться а пока мы делаем следующую то подойдет на резочки если у меня дочка она допустим делает она очень обожает и суши она вообще колбаски сначала накручивает а потом начинает всю резать только потом резать тоже сейчас покажу это важный момент как резать правильно нужно желательно нож иметь откуда есть узнаю ни разу не смотрела ролики игру просто когда только начинались суши в кафе были такие обучалки у нас красноярске за 500 рублей обучали я помню пошла обучилась и плюс все что наделали я забрала домой с тех пор я их делаю сама это еще было воюю и давно давно когда штука суши начинались так вот и девушка мне все все рассказала как можно и дома чем чудо чем что заменить и так далее чтобы резать суши нужно желательно нож с тонким и мощным лезвием у меня в красноярске когда-то было все такое тонкое тонкое лезвие здесь более-менее вот этот нож кстати очень необычная форма но он очень шикарный нож мы на украине перед отъездом купили и нисколько не жалеем очень необычная форма и и он как бы такой универсальный получается что только не режет и все режет хорошо даже суши и так красиво да ручная работа перед отъездом взяли случайно и с собой забрали очень нам потому что понравился там еще так вот это суши видишь что это у меня был порванный лист я когда его разрезала пополам и еще это края я его порвала подожди но мы даже с этим справимся нам не страшно сейчас я помою руки подожди сейчас я тебе дам вика у нас суши очень сильно любит очень сильно и даже все ингриденты которые меня поворачиваешь я вот это я не люблю и пачки крови очень обожаю как мы его режем вот так берем хорошо сгибаем и не показалось что как резать и опять же острым ножом вот так потихоньку разрезаем аккуратно кафе конечно чуть-чуть делают по-другому но я говорю я показываю универсальный способ чтобы было полу кафе полудом значит нам нужно досточка так у нас за камень на камере закончилось место мы продолжим на телефоне в общем нам нужно тщательно смочить рукой камерой только крутить теперь придется короче вот так рукой смочить нож или положить его воду в общем лезвие должно быть мокрыми видно видно и теперь он легко у нас режется под конец друзья если вас не будет получаться нужно приложить и как бы вот так вот нож опа чтобы нижний лист легко отрезался и не нарушить форму у них ножи мощные они за раз все вот так вот режут чтобы куски беля а еще края обрезают в первую очередь это в кафе тогда делают я делаю все проще я делаю по одной штучке режу видно там все в камеру и край потолще оставляю я его и таким с края я съедаю а все остальное на стол вот так вот вся красота можно края выкинуть если хотите теперь мы вам покажем с каким соусом все это красиво выкладывается на чашечку таким вот образом да да соусом все это получается и вот эту пятнышку можно убрать на стол не ложь вас обеяние мне хватает имбирчика имбирь 50 рублей в магните сейчас покажу такая палочка совы слов сказала 30 это по акции бывает 100 бывает 200 180 10 листов